Бисмилляхи ва рахмани ва рахмани ва рахмани ва салату ва саламу аля набиин и мухаммадин и аля алихи и сахабин. Амма ба'ид. Ассаляму алейкум ва рахмату ллахи ва баракатуму. Уважаемые братья и сестры, Альхамду лилля, сегодня мы с вами берем четвертый столб ислама, Суяму Рамадан, пост в месяц Рамадан. Перед тем, как затронуть пост в месяц Рамадан, хотелось бы рассказать вообще, что такое пост. Бывает ли другой пост не в месяц Рамадан? Какие виды постов бывают? Какая награда за это? Как его правильно держать? Когда предписан был пост? Какие благие деяния нужно делать в месяц Рамадан помимо поста? Что нарушает пост? Нежелательные действия во время поста? Желательные действия во время поста? Все, иншаллах, мы разберем с вами в этой лекции. Во-первых, что такое ассалм? Ассалм называется с арабского языка, переводится пост. Пост говорится по-арабски ассалм. Ассалм люгатан аль-имсяк. То есть, засловно, если перевод, что такое пост, это аль-имсяк, воздержание. Аль-имсяк бинет это аббут анил-экли ващурб ва гашьяни нисаву, асайрин муфаттурат, 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 фаджр или гуру бишамс. Если с точки зрения шариата, с точки зрения религии взять, то пост это воздержание с намерением, как поклонение Всевышнему Аллаху, воздержание от еды, от питья и от супружеской близости. И другие вещи, которые нарушают пост, воздержание от них. То есть, мы поговорим тоже о других вещах, которые нарушают пост. С утренней зари, то есть, со временем, как наступает утренняя молитва, до вечерней молитвы, до Магриб, до того, как сядет солнце. То есть, вот это время, когда наступает утренняя молитва, салат аль-фаджр, в этот момент человек начинает поститься, и разговорение наступает со временем четвертой молитвы, салат аль-Магриб. Когда был предписан пост? В каком году? Когда предписан был тарих? То есть, история этого. Аллах, субхану ва Тааля, предписал умме пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, поститься, подобно тому, как предписал другим умам, другим общинам, которые были до уммы пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах, субхану ва Тааля, в Коране сказал, в сурате Аль-Бакара, О верующие! Обращение к верующим, к мусульманам. Я вам повелел поститься. Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан общинам, которые были до вас. То есть, община Иса, алейхи вассалям, Муса, алейхи вассалям, других пророков, им тоже был предписан пост. То есть, здесь Всевышний Аллах, субхану ва Тааля, хочет сказать, не бойтесь, не печальтесь, не бойтесь, что вы не продержите. Вы не первые. До вас были общины, которым был тот же предписан пост, и они постились. И дальше Всевышний, субхану ва Тааля, говорит, для чего? Суть этого поста, ля'аллякум таттакун, может быть, вы станете богобоязненными. Всевышний не сказал, вы станете богобоязненными. Может быть, кто-то из вас станет после этого поста богобоязненными, а может быть, кто-то и не будет. Это был аят, неспослан пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, в понедельник, в месяц Ша'бан, во втором году по хиджри. Какая же польза от поста? Фадль сиям, то есть, какая польза от того, что человек постится? Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, то есть, во-первых, мы возьмем хадисы посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, которые побуждают человека поститься. Ас-сияму джуннату минаннар, ка джуннати ахадикум миналкиталь. В хадисе, который приводит имам Ахмад, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, пост — это щит от огня, то есть, человек, который постится, это ему будет занавес, щит от наказания ада, ка джунни ахадикум миналкиталь. Подобно тому, как бывает щит во время битвы. То есть, когда, например, человек во время битвы мечом бьет по другому человеку, он ставит щит, то есть, на него этот удар он не получает, не попадает по нему этот удар. То есть, как щит защищает от меча, так же пост защищает от огня. Так же пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, То, кто ради Аллаха один день пропастится, Аллах, субханаху ате'аля, посредством этого поста отдалит его лика от наказания ада на 70 лет. На 70 лет, то есть, субханаллах, человек один день пропастится ради Аллаха, на 70 лет отдаляется от наказания ада. Хадис достоверный, приводит имам Бухари и муслим. Так же пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, В раю есть дверь, которая называется Ар-Райян. Знаете, в раю Аллах, субханаху ате'аля, говорит, 8 дверей, одна из дверей называется Ар-Райян. Через эту дверь зайдут в судный день постящиеся люди. Помимо них другие, никто не смогут зайти через эту дверь. Тогда скажут в судный день, где постящиеся? И они встанут и зайдут через эту дверь в рай. Помимо них никто не сможет зайти. А когда они зайдут, эти двери, райян, закроются. То есть, все постящиеся зашли, все остальные люди остались позади, дверь закроется. Уже никто больше не зайдет, через это навечно закроются эти двери. И никто, помимо постящихся, не смогут зайти через эти двери. Хадис Бухари, муслим, аль-Тафа'кун, алей. Также из пользы поста. То, что духовные пользы от поста, то, что пост прививает человека к сабру, к терпению, и укрепляет его терпение. И также в каждом теле есть мулька аль-Тафа'ква, то есть, точка богобоязненности, это сердце. Пророк Мухаммад, салаллаху, он трижды указал на сердце, Богобоязненность она здесь, богобоязненность она здесь, богобоязненность она здесь. И когда человек постится, вот эта богобоязненность в его сердце увеличивается. Ведь Всевышний сказал в Коране, может быть вы будете богобоязненными. Поэтому Всевышний, субханаху а-та'аля, повелевает, то есть мы должны понять то, что пост это не просто некая диета, так как некоторые другие люди там бывают сравнивают пост с диетой и говорят, что вот можно диету держать, не обязательно поститься. Нет, это чем отличается то, что пост это воздержание от еды и от питья с намерением как поклонение, как поклонение Всевышнему Аллаху субханаху а-та'аля. Также пост он собирает всех мусульман вместе и показывает то, что должен быть порядок, то, что должно быть собрано среди мусульман, должно быть справедливость и все равны перед Аллахом, то есть все постятся и богатые и бедные, то есть все они вместе делают ифтар, вместе делают разговоры, вместе заходят в пост. И также пост прививает некую милость, милосердие, то есть подталкивает людей к милосердию по отношению друг к другу и к тому, чтобы люди творили добро. То есть во время поста, альхамду лиллях, когда человек постится, он вспоминает о своих братьях, о своих сестер, которые также на протяжении всего года голодают, они нуждаются в еде и в питье. И это подталкивает того, чтобы, альхамду лиллях, задуматься об этом и помогать к тем неимущим людям, которые нуждаются в этом. С медицинской точки зрения, польза поста сахия, как говорится, то есть именно, как бы есть польза для здоровья от поста. Ютагюра аль-ам'а, ваису аль-ма'ида, то есть также очищает желудок, альхамду лиллях, пост, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху алейху ассалям, то есть очищает, на сегодняшний день медики даже приходят к этому, то, что альхамду лиллях, то, что в этом есть польза для тела, польза для желудка, польза для кишечника, альхамду лиллях. Человек, альхамду лиллях, худеет во время поста, когда он постится, забавляется от жиров. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, еще 14 веков назад сказал, сумму тасихху, поститесь, и вы будете здоровыми, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям. Теперь разберем, какие бывают виды поста, какие желательные виды поста, помимо месяца Рамадан. Потом мы уже, иншаллах, поговорим отдельно про месяц Рамадан. Первый елма арафа, день арафа, это для того человека, который не поехал на паломничество в Мекку, в хадж. Если человек не поехал в Мекку, вы знаете, что день арафа, это самый, уже когда дойдем, будем с вами разбирать хадж, то мы поймем с вами то, что самый великий день хаджа, это день йома арафа, девятый день месяца Зульхиджа. И пост в день арафа для того, кто не поехал на хадж, является суммой, желательным. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал, Пост в день арафа прощает двухгодичные грехи, прошлого года и следующего года. Субханаллах, то есть один день поста в день арафа для того человека, который не отправился на паломничество в хадж, прощает прегрешение двух лет прошлого года и будущего года. Также день арафа, это также называют десятый день месяца Мухаррам, прощает один год грехов, прошедшего года. То есть день арафа, если человек постится, то прощается два года, будущий год и прошлый год. А в день ашура, это десятый день месяца Мухаррама, прощает грехи прошлого года. Поэтому яма ашура во яма та сиуа постится желательно, когда уже во время месяца Мухаррама. Это не только десятый день месяца Мухаррама, но также и в месяц с десятым желательно постится девятый, десятый. Из месяца Мухаррама. То есть месяц Мухаррама, 10-й день, если, например, сейчас возьмем несколько видов поста, как и бывает в месяце Мухаррама, отдельно 10-й день поститься, аль-хамдул-Лля, хорошо, прощаются грехи прошлого года, но если человек просит 9-й день месяца Мухаррама и 10-й, то это лучше, как сказал порок Мухаммад, если мы доживем до следующего года, то также будем поститься и 9-й, и 10-й. Также из желательных постов, 6 дней в месяце Шавань. То есть месяц Шавань, это после месяца Рамадана, как только человек пропастил тебе весь месяц Рамадан, после этого в следующем месяце поститься 6 дней, это является сунной. Не обязательно подряд можно пропаститься отдельно эти дни. Главное дело, чтобы это было в месяц Шавань. И если у человека остались долги еще с месяца Рамадана, вначале нужно вернуть долги, фарда, то есть месяц Рамадан, потом уже пропаститься 6 дней в месяц Шавань. Как сказал порок Мухаммад, имам Мухаммад приводит этот хадис, то, кто пропастился в месяц Рамадан, потом, после того, как пропастился, продолжил поститься 6 дней из месяца Шаван, подобно тому, как будто он постился целый год. А также целый год, почему? Потому что 30 дней, если он постился, это подобно, как каждый один день прерывается к 10 дням. Если 30 дней, это 300 дней, плюс 6 дней, 60-60 дней, как будто он целый год постился. Но если человек не завершил пост в месяц Рамадан и начал поститься Шавань, он еще не пропастился в месяц Рамадан, ему нужно вначале закончить, а потом уже начать поститься в месяц Шавань. Также из желательных постов. Первая половина месяца Шавана. Месяц Шаван, он перед месяцем Рамадана. То есть, начали Шаван, потом идет Рамадан, потом идет Шавань. Первую половину месяца Шавана. Как сказала Аиша, супруга пророка Мухаммада, этот хадис приводится из достоверных источников. Имам Бухари приводит этот хадис, где супруга пророка Мухаммада, салаллаху алейхи салаллаху алейхи салям, я не видел, чтобы пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, полностью весь месяц постился, кроме как месяц Рамадан. И я не видел, что помимо месяца Рамадана он постился большее количество дней, ни в другой иной месяц, кроме как месяц Шаван. Именно в первую половину месяца Шавана. То есть, человек может поститься там несколько дней, 10 дней, 15 дней. Но если уже вторая декада зайдет, то есть, скажем, месяца Шавана после 15 дней, то это уже поститься не нужно, является нежелательным постом. Потому что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, сказал, если наступила вторая половина месяца Шаван, то не поститесь, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям. Также, аль ашр, аль ау, аль мишахри, дюль хиджа. Первые 10 дней из месяца Дюль хиджа. Месяц Дюль хиджа – это дни хаджа. Дни, когда наступает паломничество в Мекку, хадж. Первые 10 дней поститься, аль хамду лаля, это желательно. Как можно все 10 дней пропоститься, можно часть дней пропоститься. Как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, «Ма мин айям аль амалу ассалих фиха ахаббу илаллаху аззава ва челла мин хадзи аль айям. Яни, аль ашр, аль авваль, мин дюль хиджа. Сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, самые любимые дни для поклонения, для благих дел перед Всевышним Аллахом – это первые 10 дней Месяца Дюль хиджа. То есть другие дни, чтобы Аллах любил так сильно благие деяния, нету, кроме как Месяца Дюль хиджа. И тогда спросили подвижники, «О, посланник Аллаха, «Валяль джихад фи сабилиллах», то есть даже джихад на пути Аллаха, то есть проявление усердия на пути Аллаха, нелюбимее перед Аллахом, чем эти 10 дней. На что сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, «Валяль джихад фи сабилиллах, илля раджу нукхараджа бина всему мали». Даже, говорит, проявление усердия на пути Аллаха, не так любимое, чем эти 10 дней. Первые 10 дней Дюль хиджа, кроме как того человека, который вышел из своего дома со своим имуществом и своим телом, и не вернулся ни с чем. То есть все пожертвовал на пути Аллаха, пожертвовал все свое имущество и самого себя. Шар-ль-Мухаррам. Также из-за благих деяний, именно желательный пост, это Месяц Мухаррам. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, спросили, какой пост лучше после Месяца Рамадана, в какие дни поститься лучше, на что ответил Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, шар-ль-Мухаррам, месяц Аллаха, который вы называете Аль-Мухаррам. То есть получаем, Мухаррам, это, если взять лунный календарь, это первый месяц лунного календаря. То есть когда начинается Новый год, в лунном календаре первый месяц, месяц Мухаррам. Этот хадис приводит Имам Муслим. Следующие желательные посты, это Аль-Айяму-ль-Бид, Минкуля-Шахра. Так называют их белые дни в каждом месяце. Аль-Айяму-ль-Бид, то есть белые дни в каждом месяце, это тринадцатый, это четырнадцатый и пятнадцатый день лунного календаря каждого месяца. Как сказал Абу-Зарр, поистине посланник Аллаха, повелел нам поститься три дня каждого месяца. То есть имейте тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый день по лунному календарю. И Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, также пояснил, какая награда за это. Это подобно тому, что человек как будто постится целый год. То есть, субханаллах, получается, если каждый месяц постится, то есть каждый месяц он как будто постится год. Получается, если 12 месяцев, как будто он за целый год пропостился 12 лет. следующий также пост в понедельник и четверг каждый понедельник и четверг постится эта сунна больше всего постился вот мы сейчас что перечислили больше всего он постился в понедельник и четверг и тогда спросили спросили почему пророк Мухаммад сказал почему он постился пояснил почему постился каждый понедельник и четверг сказал в эти дни ко Всевышнему Аллаху поднимаются деяния каждого верующего мусульманина и мусульманки сказал посланник Аллаха саллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллаллалл Самый любимый пост перед Аллахом – это пост Давуда. И самая любимая молитва – молитва Давуда. Давуда полночи спал, одну треть ночи выстаивал в молитве. И одну шестую потом уже после этого спал. И также день постился и день разговлялся. Также пост неженатого человека. Пророк Мухаммад сказал «Побуждал молодых и говорил, кто из вас может жениться, пусть он женится. Кто из вас может содержать семью?» Почему? Потом пояснил посланник Аллаху, это лучше для его взора, чтобы не смотрел он на харам и уберегает его половые органы от харама. Имам Бухари приводит этот хадит. А тот, кто не может жениться, то пусть постится. Поистине, это будет для него защитой, сказал посланник Аллаха. В следующий раздел мы сейчас взяли, помимо пост в месте Рамадан, какие посты желательны. Теперь возьмем, какие посты нежелательны. То есть, помните, мы говорили, что желательный пост поститься в день Арафа для того, кто не отправился на хадж. Нежелательным является пост того человека, который поехал совершать хадж и там на Арафате поститься. Этот пост нежелательный. Пророк Мухаммад, будучи на Арафа, ему принесли иная посуду с питьем, и он сделал глоток, чтобы показать людям то, что я сегодня не пощусь, будучи на Арафа, будучи на хадж. Но если человек не отправился на хадж, у себя в местности дома остался, то для него это сунно поститься и прощает двухгодичные прегрешения будущего года и прошлого года. Второй нежелательный пост. Отдельно поститься в пятничный день. В пятницу поститься. Это является нежелательным. Пророк Мухаммад сказал, Поистине, пятница это ваш праздник. И не поститесь отдельно в этот день. То есть, отдельно в пятницу не поститесь. Кроме как, если будете поститься день до него или после него, сказал Пророк Мухаммад, в хадис, который вы приводите в достоверных источниках. Отдельно также поститься в субботу. Нежелательно. Пророк Мухаммад сказал, Не поститесь в субботу, кроме как, если это будет для вас обязательно постом. Что имеется в виду, кроме как для вас будет обязательно постом. Если у вас остались долги с мести Рамадан, то вы можете пропаститься, вернуть их, даже если это будет суббота, и отдельно пропаститься в этот день дозволено. Следующий нежелательный пост. Последние, то есть, помните, мы говорили про Шаабань, первая половина, 15 дней, это желательный пост. А вторая половина, мы говорили, уже сказали, что это нежелательное. Вторая половина как-то зашла, поэтому часто вот задаются вопросы братья, и говорят, то есть, первый, там, кто-то болел, первые 15 дней не смог пропаститься. Ну, вторая уже декада, половина месяца Шаабана зашла. Поститься можно или нет, нужно или нет, то мы говорим, что следующую половину не поститесь, потому что пророк Мухаммад сказал, если наступила вторая половина месяца Шаабана, то не поститесь, сказал пророк Мухаммад. То есть, здесь уже человек готовится к месяцу Рамадана, то есть, он как бы набирается силами, и уже заходит в месяц Рамадан. Это то, что мы сейчас рассказали. вот эти посты нежелательные карагият и танзиха, то есть как бы нежелательно поститься. Также есть карагият и тахрим, то есть уже ближе, нежелательно ближе к храму, то есть строго как бы нужно уже в эти дни не поститься. Следующие дни, которые мы сейчас поясним. Аль-висаль. Говорит, когда человек каждый день подряд поститься, то есть без разговления, например, два дня подряд, например, он взял, покушал сухур, как наступила утром молитва, закончил, пришло время разговляться, магреб, а он, нет, не буду разговляться, еще один день захвачу, то есть с одним днем, то есть без разговления поститься, два дня, три дня, то есть голодая так вот несколько дней, этот пост, во-первых, он недействителен, и пророк Мухаммад, саллаху алейкум, запретил, и сказал, не совмещайте два-три дня подряд, то есть с одним постом. Поэтому каждый день должен быть как сухур, так и ифтар, то есть как утренний прием пищи и разговление. Но если без разговления на следующий день перейти, этот пост недействителен и он запрещенный. Также сом йому-шакки, то есть уже ближе к хараму, очень нежелательно поститься йому-шакки в сомнительный день. В сомнительный день это хуа йому-с-таласимин шаабан, тридцатый день месяца шаабан. Тридцатый день месяца шаабан. Почему? Потому что после месяца, вы знаете, что в лунном календаре бывает или 29 дней, или 30 дней. И может быть так, что шаабан может быть как бы как в 29, так и 30. И из-за сомнения, то что вдруг уже зашел месяц Рамадан. Поэтому в этот день, тридцатый день месяца шаабана, очень нежелательно, ближе к хараму, даже близко к хараму, то есть запрещенный день поста. Пророк Мухаммад, саламу, даже строго сказал хадис, который приводится в сводах хадисов имама Бухари, где Пророк Мухаммад, саламу, сказал То, кто постился в день, сомнительный день, этот человек ослушался Абуль-Касима. Абуль-Касима, это куния Пророка Мухаммада, саламу алей саламу, его так звали Абуль-Касим. Также очень нежелательно поститься близко к хараму, к запрету. Целый год поститься без разговления. То есть имеется в виду, что день поститься, то есть каждый день, не через день, а каждый день подряд на протяжении года поститься, это запрещено. И Пророк Мухаммад сказал Нету поста у того, кто постоянно постится. Имеется в виду, на протяжении всего года. Следующий очень такой пост, который близко к хараму, то есть Макрух, Тихриман, то есть не очень-очень нежелательный Когда женщина постится без разрешения своего мужа, в тот момент, когда муж рядом с ней, имеется в виду, не уехал ни в командировке, не оставил ее одну, когда без его разрешения это пост Макрух, Тихриман. То есть очень-очень нежелательный близко к хараму. Как сказал Пророк Мухаммад, саламу алей саламу, сказал, Пророк Мухаммад, саламу алей саламу, сказал, пусть женщина не постится ни одного дня без разрешения ее мужа, в тот момент, когда муж рядом с ней. То есть имеется в виду, он не в отъезде, его нет, то есть не в комендировке, не в отъезде, то есть он находится дома. Кроме как месяц Рамадан, сказал Пророк Мухаммад, саламу алей салам.